Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Timber & Stone, продолжаем потихонечку застраивать наше небольшое поселение. В прошлой серии, я напомню, мы подверглись ужасной атаке гоблина, одного несчастного гоблина, который сжег наши огромные ворота, которые мы так строили, так долго качали нашего инженера, чтобы он сделал эти ворота, и что-то не сложилось, не сложилось, увы. Так, у нас появился один бездельник, это кто? Карпентер, здесь мне нужен Тейлор, Тейлор мне нужен. Сейчас посмотрим, куда мы можем Карпентера отправить, чем можем его занять. Карпентер, Карпентер, ух, на ферме работы не в проворот, просто-напросто. Кстати, на самом деле это довольно близко, довольно близко эти корзинки стоят, можно их еще, наверное, даже ближе поставить, вот здесь вот парочку, да, корзинок. Давайте поставим. Мне вот, ребята, в комментах написали, я что-то сразу не додумался, то, что у нас склады идут волшебные. Если мы в эту корзинку складываем яблочки, то можем из этой корзинки эти яблочки доставать. Вот, поэтому давайте мы построим еще парочку таких корзинок. Вот, давайте я поставлю здесь одну, здесь одну и... Кстати, если шифт зажимать, да, то не выключается выделение. И вот здесь вот одну сразу, чтобы складывали еду сюда наши фермеры, этим как раз займется Карпентер. И сразу рыбаки наши, которые когда-нибудь у нас, может быть, будут, да, более-менее постоянный стабильный рыбак, может быть, он будет этим тоже заниматься. Так, ну и потихоньку мы продолжаем строить. Отлично поставили блок, просто великолепно. Великолепно. Одобряю, одобряю. Так, и смотрим, кто еще у нас тут. Давид у нас кует чего-то там. Чего-то там. Давайте мы еще, знаете, что сделаем? Здесь мы забаррикадировали. С этой стороны вроде нас и не нападали, но... Мне кажется, что было бы неплохо. Вот опять же, да, все... Очень и очень неудобно за счет того, что гоблины огненными стрелами сжигают просто врата очень быстро. Ну, ладно, к чертям. К чертям врата, если что. Новую построим. Давайте лучше вот выкопаем здесь кусочки, я вижу. Для этого нам надо дорогу будет убрать вот здесь. Shift-Alt. И вот здесь Shift-Alt. И поставим... Точнее, не поставим, а выкопаем вот здесь кусочки, вот здесь кусочки. Окей. Окей. Так. Отлично построил окно. Великолепное окно. Я одобряю. Одобряю, мне нравится. Давайте мы сейчас только сделаем еще вот что. Попробуем поискать... Флоринг. Это у нас какой? Флэтстоун, да? Был. Можем ли мы... Не можем никак изменять. Как-то ребята говорили вроде бы, как можно делать ступеньки, но я что-то... Что-то так ничего и не понял. Так, дружище, ты просто бездельничаешь или ты там застрял? Расскажи мне, пожалуйста. Почему-то я подозреваю, что он там застрял. Накрыв себя. Хотя два блока должны спокойно проходить. Я даже не знаю. Он, по идее, должен спокойно выбраться. Ему, наверное, не хватает ума, что он может выбраться вот сюда и пройти. Давайте мы его просто сейчас уберем из строителей и на... Кого? На пехотинца. Все, и он сразу пошел. Все нормально. Все нормально. А теперь сделали его строителем, он теперь застрял тут немного. Задумался, друг. Задумался. Так, это у нас еще не докачанный пехотинец. Наш лесник пусть качается. Пока что там каилки растут. О, боже мой. Короче, у нас... У нас беда. У нас беда, похоже. Там мне не дверь нужна. Совсем. Мне нужна... Эта... Давайте мы ее просто отведем сейчас. Надо будет внимательно смотреть, чтобы не было такого, да, помогать нашим ребятам. Нам сейчас нужна... Сандрин. Да. Потому что к нам идет торговец. У нас уже, точнее, пришел. Куда, куда, куда? Сандрин. Нет, это не Сандрин. Где ты? Вот, бежит. Мчится подруга на всех парах, как может. Давайте. Надо ей выложить. Что-то поменять, наверное, да, прежде чем идти торговать с торговцем. Жаль. Кстати, давайте мы еще посмотрим, что у меня там по материалам. Мы, в принципе, можем продавать вот эти вот семена, наверное. Я так думаю. Может быть, еду даже продавать. Но еду как-то пока не хочется. Кости продаем. Уголь оставляем. Хайды покупаем. Фурфет оставляем. Это все нам пригодится. Пшеница тоже нужна. Скраб металл. Скраб металл, кстати, надо... А, или я поставил на переплавку. Я вроде бы ставил. Ну, тогда мы больше продать вроде ничего не можем. Да. Можем твойно чутка продать, да? А, стоит на продаже. Ну, окей, давайте попробуем. Посмотрим, сколько мы денег выручим с этого. И выручим ли вообще хоть что-то с этого. Предлагает 25 медиа. Ну, в принципе, медиа мне пригодится, чтобы те же ворота переделывать каждый раз. Да? Давайте поставим. Точнее, возьмем... Animal Hide. Купить я не могу. Да? Денег больше нет у нас. Ну, ладно. Но это последний раз, когда я покупал... Копер. Больше покупать его не буду. Вроде как не нужен он пока. Ральфа трогать я боюсь, если честно. Поэтому не стану пока что. Не стану трогать Ральфа. Так, строители работают. Один строитель работает. Все остальные спят. Давайте посмотрим, что у нас тут в шахте. Что же у нас тут в шахте? Кстати, вот здесь вот уже можно кусочек железа вскопнуть. Да? Вот так. И вот этот вот блок угля тоже заберем. Ну, идем смотреть, что у нас в шахте. Так. Давайте это заберем. Это заберем... Это мы тоже вроде забрать сможем, да? Ну, пока вроде ничего интересного на самом деле. Но мы уже закончили копать фактически, да? Поэтому можно попробовать... Снять... Еще... Пару блоков, да? Пойти вглубь. У нас вот это вот самый последний уровень. То есть мы можем еще опускаться и опускаться. Давайте попробуем таким. Вот. Прямо отсюда, да, сделать лестничку. Вот так. И в самый-самый... Во-первых, вверх, да? Вот так вот все мы закопаем. Заберем. Угу. Все почистим. Ну, а потом будем такую лестничку вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Копать-копать-копать. И вот это тоже заберем. Олово мы продаем периодически, потихоньку. Вот. Так, шахта у нас уже готова. Так, у нас какие-то... Грязные эти остаются. То ли это на дорогах, да? Это вытаптывается таким образом дорога. То ли я что-то не понимаю. Или это пепел какой-то. Или еще чего-нибудь. Я даже не знаю. Так. Все дрыхнут. Все дрыхнут. И у нас... Что-то с ним не то. Почему-то бездельничать. Нам нужен сейчас Тейлор, который... А, Тейлор. Давайте мы на Тейлорство отправим нашего строителя пока что. Пусть он нам построит вот эту вот штукенцию. А Ральфа... Давайте я рискну в очередной раз и... Отправлю его на ферму. Главное не забыть. Главное не забыть Ральфа потом убрать как можно быстрее. Буквально там через полдня максимум. Максимум через полдня убрать Ральфа оттуда. Вот. И так наши фермеры в эти корзинки еду складывают. Что очень удобно. Вот спасибо ребятам за такую подсказку. Вот. И не нужно им бегать каждый раз. Даже вот сюда делать лишние шаги. Они могут сразу заниматься своими делами. И... Так. Подлагнуло. И даже сено. Ну, вот это вот... Сток этого сена, да. Мы можем тоже поставить ближе сюда. И удобно будет забирать там нашему Ральфу, да. И кормить животных. И нашим... Так. Фудсидс? Нет. Уит. Вот. И удобно будет складировать сено нашим фермерам здесь сразу же сюда. Далеко ходить тоже не придется. Ну, а за всем остальным, да. Лен. Пусть складывают. Пусть складывают. Так. Что у нас там по хранилищам? А Тулс опять, да. Ну, Тулс нормально. Кстати, смотрите, сколько бездельников. Ну. Давайте-ка мы... Пехотинец 11-го, да. До 11-го они качаются на манекенах. Довольно неплохо. Ну, мы его отправим дальше рубить деревья. Сейчас придумаем ему, какие деревья мог бы он срубить. А Карпентера можно, я думаю, еще чутка прокачать. Допустим, я пока что тут ничего не хочу ставить. Хочу дождаться, пока достроят вот этот вот наш домик строителя. Который дрыхнут, наверное, где-то. Так. Что мы еще можем Карпентеру приказать, сделать? В принципе, мы можем, да, заказать больше древесины, переработать. Как вариант нам понадобится еще для строительства, да, чтобы у нас, допустим, 150 было, да, 148. И стронгтимбра тоже, чтобы было там какое-то количество. Ну, тоже там около, я не знаю, 100. 100. Вот как-то так. Вот. Ну, и будет он этим заниматься очень-очень хорошо. Так, а наш лесник, наш лесник, пусть, наверное, вот эти вот три елки спилит вместе с пеньками. Нам пеньки здесь не нужны совершенно. Вот здесь, кстати, еще одна выросла. Тоже ее можно быстренько будет сейчас спилить. Так, хорошо. Продолжаем выкапывать маленькие кусочки и строить дорогу, точнее, да, возвращать на место дорогу. Только для этого нам надо флоринг. Так, сейчас, секундочку, по-моему, что-то... Нет, не громко вроде. Не слишком громко должно быть, по идее. Так, construction, terrain, и там у нас... Там у нас что? Камень. Ну, значит, камень мы и положим сюда. Вот так. Вот это вот почти лестничка получается. Только наоборот. Вот почему-то тут переключиться на лестницу я не могу. Давайте посмотрим, как мы еще можем сделать... Крыша у нас, да, вот такая есть. Которую мы тоже потом застелим со временем. Керамика такая. Окей. Флоринг. Давайте мы еще посмотрим. Timber planks, timber tiles. Это нам все неинтересно. Место флоринг. Давайте посмотрим, может быть... Ну, валс нельзя никак. Тоже. Блин, можно же как-то, по идее, делать... Лестнички. Такие ступенечки. Точнее, не лестнички, да, а ступенечки. Давайте мы... Flat stone добавим вот сюда. Вот такой вот бордюрчик небольшой, что ли. Так, кто бездельник? Давид бездельник. Ну, Давид... А, Давид у нас кузнец. Слушай, Давид, неужели ты все... Все... Скраб металла ноль. Копера есть немного. Но копера у меня, да, 20 слитков. Поэтому, наверное, он ничего и не делает. Поэтому давайте мы сделаем копера, чтобы у нас слитков побольше было. Да, не знаю, до 50 поставим. Это как бы такое дело. И солид... Так. Мы, кстати, кузнец уже наш может вот такие слитки делать, слушайте. Давайте сделаем десяток. Да. Все не будем, конечно, тратить слиточки. Потому что нам бы еще нормально как-то ворота поставить. Может, как-то попробовать ограду какую-то перед воротами, да, смастерить. Стенку выстроить или... Ну, я даже не знаю, как тут... Как тут бороться с этими дурацкими гоблинами? Это просто капец. Так, что там у нас? Ммм, смотрите, неплохо. Еще два кусочка железа. Давайте мы... А, отлично. Красиво, дорога поверх у меня идет. Давайте мы сразу разметим на выкапывание. Итак, кнопочка. На паузу нажал случайно. Надеюсь, первый раз нажал. Я так случайно на паузу. А у нас постбаннер есть теперь, да? Ну, что-то он, во-первых, не той стороной стоит. А во-вторых, что-то ничего он не показывает. Вроде было написано, что он должен чего-то нам показывать, но он ничего не показывает. Печально. Печально. Так, Ральф, 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 Ральф. У меня Джанета, Маргарет. Так, Ральф, давай, возвращайся, возвращайся. Хватит тебе здесь сидеть. Хватит, давай, дуй. Кто у нас еще из фермеров? Фермеров, кстати, да? Все попросыпались, пошли на работу. Кого мы из них можем отправить на строительство? Тебя всего-всего трое-то осталось, да? Это фуражир наша. Кстати, Тейлор, по-моему, у нас, ну, почти бездельничает, да? Там немного ткани. Хотя, хотя... Кузнец тоже занят делом. Ладно, пусть пока занимаются. Пусть пока занимаются. Будут бездельники, тогда переназначим их куда-то. Пока что просто выживаем, как можем. И строимся потихоньку. Очень потихоньку, видимо. Ну, тут бордюрчик этот мы сделали. С которым мы больше ничего не сделаем, да? Давайте посмотрим Constructions, Turing... Точнее, нет, Flooring. Никак. Ступенечки эти еще не реализованы. Хотя, вряд ли. Я, наверное, просто что-то не понимаю. Ну, ладно, разберемся. Я думаю, разберемся, как бы. Не первый раз. Давайте я сейчас уберу... Да, вот здесь стол. Поставлю... Хотя, Carpenter у нас делами занимается. Ну, давайте сейчас его чем-то... Чем-то другим займем. Кровать я ставить здесь не буду. Хочу поставить... Стол. Маленький, большой. Да, два на два, в принципе. Или три на... Ух ты, стол. Ничего себе. Так. Медиум поставим. Вот здесь. Или даже, может быть, два медиума. Да, давайте. Вот так. Хотя даже и три поместится. По идее. Тот слишком большой выходит у меня, да? Не влазит вообще ни в какую. Так. Дрессер можно поставить в уголке где-нибудь. Вот тут вот даже, наверное, да? Вот так. Хоп. Стульчик там тот пусть стоит. Я хочу еще пару стульев поставить. Пока у нас кушать-то негде. Так. Чейр. Вот что мне нужно. Пока кушать негде. Давайте мы поставим здесь пару. Мы, кстати, можем даже так. Но они, наверное, садиться на них не смогут. А, кстати, вот надо посмотреть. Будут ли они садиться на вот такие стулья? Или не будут? Тут вообще. Так. Торговец снова к нам пришел. А я не заметил, да? Я не заметил, как к нам пришел торговец. Сандрин. Что-то слишком часто к нам начали торговцы приходить. Так. Давайте сразу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сразу Сандрин мы переделываем в торговца. Вот трейдер. И... Ей обязательно нужно сменить. Что-то. Что-то выложить. Чтобы торговать. Ну... Есть что интересное? Animal Hide мы купить не можем. Не можем позволить себе. А больше продать мне, собственно, нечего. Хотя... Нет, у меня должны быть... Понятно. Беспонтовый какой-то торговец такой. Значит, в шахту. Значит, в шахту. О, еще сохранение. На сохранениях уже так подгружается довольно долго. Заметно. Поначалу вроде не было так заметно. Давайте мы еще заделаем вот эти дырки. Stone. Сюда. Здесь кусочек и здесь кусочек. В принципе, мы можем вообще выкопать вот эту вот часть, расчистить, да? И землей все здесь заделать, засадить, скажем так, землей. И потом поставить фермочки на эту землю. Как вариант. Отличный дом. Осталось только крышу доделать. Как-то. Я вот даже не знаю, как, если честно. Ну, короче, там леса строительные доделают. Сможем подниматься. Вот эти вот окна заделают нам, да? И уже будет немного проще, когда мы не будем там застревать. Стоп. Что-то слишком много бездельников. Тейлор, да, освободился, да? Мы можем отправить его на строительство наконец-то. И это кто? Карпентер. Карпентер освободился. Жалко, мы не можем настроить здесь, да? Задать ему настроить там 20 стульев, а потом их куда-то разместить. Можем только их удалять. Что довольно неудобно. Поэтому давайте посмотрим, чем мы можем карпентера сейчас озадачить. Чем мы можем его озадачить. Так, нет. Может поставим. А, кстати, я что-то не понял. Где все мои, да? Вот эти вот. Или их не карпентер делает? Карпентер. Он не 10-го еще уровня, да? Это еще не 10-го. 9-го всего лишь. Ладно. Давайте я тогда добавлю тимбра такого сюда. Еще вот так вот, допустим, да? Чтобы было с запасом. И может он тогда прокачается и сделает нам обычного этого. Обычных досок. По-моему, кому-то пора просыпаться. Ральф. Тебе надо вставать и кормить эти животных. А то беда будет. Во. Все. Наконец-то. Наконец-то. Все остальное у нас чисто декоративные элементы. Ну, подождем, пока строители закончат вот это вот все строить, да? А потом уже тогда будем что-то думать. Хотя бы домик один доделаем, да? Полностью. Кстати, вот здесь тоже, да? Вытоптали немного. То есть, где много... Где часто ходит народ, там и вытаптывается трава. Что очень-очень интересно. И мне очень нравится такой вот вариант. Такой подход вообще. Кто-то никуда-то не может дойти. Строитель, да? Что-то себе придумал и не может добраться до туда. Смотри, тут вот есть строительные леса. Ты можешь залезть на них? Нет, у тебя такой вариант что-то не очень устраивает. Или я, может, слишком близко эти строительные леса построил. Я даже не знаю. Давайте я попробую. А, куда-то пошел. Куда-то пошел. Спать? А, нет. Или он, наверное, выбирает один блок, да? Стоит, думает, потом говорит, что он не может туда добраться. Потом следующий, 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 следующий. А потом, опа! И нашел блоки, да? Которые он может сделать. О, смотрите. Садятся за стулья, за стол. Прикольно. Прикольно. Можно еще корзинку с едой, да? Здесь оставить им где-то. Ну, он просто, по-моему, сел отдохнуть. Ну, блин. О, level up, carpenter десятого. Отлично. Сейчас мы кучу бревен переработаем. Я хотел еще по поводу света посмотреть. Ага. Вариантов у нас немного. Самый нормальный свет это вот эти вот. Ну, в отличие. Ну, блин. Надо поставить хотя бы сюда факелы. Они хоть и не светят практически. Вообще ничего. Может быть, в закрытом доме, да, будут давать определенный свет. Давайте поставим парочку факелов. Ну, блин. Смотрите, какие они дорогие, затратные в плане производства. Это кошмар. Что-то не могу сюда поставить. О, вот где-то сюда. Давайте хотя бы вот так два поставим. Почти друг напротив друга. Вот. И нам для этого понадобятся факелы. Я не помню, что там у меня с факелами. Давайте посмотрим. Четыре. Я поставлю, чтобы, да, у меня всегда было пять штук факелов в запасе. Вот. Как там наш кузнец? Давайте посмотрим. Blacksmith десятого левела уже. Давид и могу как-то я посмотреть? Да. Естественно, могу. Чего он нам полезного, такого интересного сделал? Кстати, можно стрелы сюда наделать. Можно заказать их в большом количестве. Так. Восемнадцатый уровень нужен. Пятый. Десятый. Я могу делать вот такие уже копии, более продвинутые. Двенадцатый левел, восьмой левел или вот такие, допустим, мечи. но я бы все-таки задумался о тринадцатый левел. Слитков нету, да? Слитков нету. Кожа есть, слитков нет. бери всю кожу в слитки переделай. А ну-ка, станет светлее. Смотрите, да, дома в закрытых помещениях в принципе неплохо освещает. Вот опять застрял строитель с искусственным интеллектом. Точнее, он тут не застрял, он просто не знает, чем себя занять, не может добраться. Жалко, я ему не могу приказать вот целенаправленно построить вот, допустим, вот эти строительные леса, да, или что-нибудь еще. Но могу попробовать задать еще строительных лесов побольше. Давайте сейчас Constructions, Utilities, Skifolding. Может быть, попробовать их поставить дальше немного, да, не впритык к дому, да, немного дальше. Я, правда, не знаю, сейчас я впритык как раз поставил. Хотя, с другой стороны, нет, они должны залазить спокойно сюда по этим строительным лесам. Давайте, может быть, здесь разместим. Дерево мне на них не жалко. Правильно, там же только дерево расходуется, да, по кусочку. У меня его много я наделал, поэтому давайте попробуем. Так, и смотрите, этим днем на нас тоже никто не напал. Я удивлен. Удивлен. Это меня радует, конечно же. Ой, еще бы отлагнуло немного. Так, смотрите, да, уже сделали, поставили строительные леса. ну и... и жалуются, что не могут добраться. Оп-оп, еще парочку построил. Хорошо. Или они по ним лазить не умеют, им нужно, может быть, лесенками их ставить. вот такая вот идея мне пришла вдруг. Вдруг. Они не поворачиваются, ничего. Давайте попробуем. Это, конечно, не очень такой разумный вариант, да, но... но это, блин, вариант вообще такой. Так, вот сделаем. И наши строители смогут забраться наверх уже. Что-то такое. Ну, посмотрим. Потом все это дело просто очень разобрать будет и лишнее. Тем более, что делают они их вон очень быстро. Так, а может быть еще, кстати, давайте поставим больше света. У меня есть прекрасная возможность ставить сейчас больше света. То есть вот этих вот, блин, опять же, медь мы тратим. Но я думаю, что определенно стоит где-нибудь здесь еще поставить лампу. Ну, и пока хватит. Да, я жадничаю, жадничаю, ничего не могу поделать, жадничаю. Так, что там с вот этим лесочком нашим? Пока, пока ничего. Пока не растет. Можем отправить куда-то дальше. мне постоянно ребята пишут, чтобы я не рубил пни. Но я их специально рублю, потому что мне не нужны здесь пни, мне не нужны здесь деревья. специально чищу территорию, чтобы мы могли расширяться, развивать наше поселение как можно дальше, как можно больше. вот, но я не учел немного факт того, что хотя смотрите, что, да, он поставил леса строительную таким образом, и все, и пошла работа, пошла нормально так работа, да, вот так вот они хоп-хоп-хоп забрались и чудесно себя чувствуют вообще без каких-либо проблем. да, видимо, со строительными лесами нужно обращаться как-то так. А еще, наверное, если я а, да, если я уничтожаю вот эти вот предметы, то мне ресурсы возвращаются, я вот сейчас только что обратил внимание, так что без проблем мы уничтожаем, можно, кстати, то же самое было с теми же куклами делать, также прокачать ремесленника нашего этого, да, инженера, инженера. Давайте поставлю я здесь вот такие ламповые посты, ламповые посты, потому что они гораздо лучше светят здесь тоже и от них толку гораздо, гораздо больше. Так, там с этой стороны, давайте с этой же стороны поставим, отлично, 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 а здесь зато сразу тоже так светло стало, хорошо, должны наши редисочка расти лучше, да, пшеничка, так, и строители наши уже заканчивают тоже, свое грязное дело. Я вот думаю, что как только я закончу строить, Давид, кстати, да, накрафтился, смотрите, у него есть немного слитков, мы можем сделать немного, давайте мы посмотрим на его скил, уже 11, уже 11 левел у него, что не может не радовать однозначно, мы, во-первых, можем сделать 12, прокачаем ремесленника на самом деле, и сделаем самые лучшие луки надо сделать будет, и тогда будем качать бойцов наших, да, давайте посмотрим, что мы можем сделать из брони кираса, 20 левел на него на 13 так, 7 о, варварский шлемчик у нас уже есть один, давайте, может быть, мы еще закажем парочку, или посмотрим, что там еще есть, сандалии есть, это у нас тяжелые, да, сандалии, 12, так, надо посмотреть, сейчас посчитать, что у нас на 11 левел вообще идет, чтобы мы по максимуму качали, а тут на 11 левел ничего нету, 9 есть, 7 как ни странно, а, это легкая, легкая шапка, ну, кстати, можем легких шапок вот таких наделать, тоже защита, а, да, можем, конечно, конечно, наделаем сейчас просто миллионы, миллионы, миллионы легких шапок, щиты, 9 левел, так, ну, значит, надо, наверное, оружие немного сделать, на 11 левел у меня 12 нужен здесь, 13 нужен здесь, ну, левел вот эти вот, копья, причем, копья из медиа, а медиа тратить, на самом деле, сейчас уже не хочу, 13 левел, ну, ладно, тогда сделаем пару шапок, дополнительных, две, наверное, шапки, хауберков этих, тоже, мне кажется, от него будет не так много толку, к сожалению, давайте тогда пару ботинок еще, 8 левел, ох ты, ботинки, конечно, это капец, это капец, а не ботинки, давайте щит добавим, так, и мы все это дело можем одеть на нашего Виктора первым делом, да, Виктор, хотя, если мы его сейчас еще оденем, лайтбутс, давайте, сейчас, то он не сможет таскать с собой горы, ну, и строить, короче, нормально, не сможет, ну, давайте мы сменим ему ботиночки, вот, во-первых, надо, да, и шлем поменяем, есть возможность, ну, и посмотрим, как он там потом, давайте, до 16 дотянем, он такой тяжелый, тяжелый боец, но зато серьезный, серьезный такой будет товарищ у нас, жалко, что не видно этих предметов, видно их только тогда, когда они вот уже, точнее, даже вообще не видно этих предметов, внешний вид меняется персонажей только когда мы меняем ему профессию, вот это немного, немного грустно для меня, во всяком случае, так, как там с, есть еще чего копать, кстати, все выкопали, а, нет, просто не видно было, я понял, давайте, здесь заберем, чтобы там не было, я просто не вижу, в темноте цвета, как-то не отличаю вообще, так, и, пока что все, пока что все, надо, чтобы они вот эти части докопали сначала, а то они могут сначала нижние, да, почистить, а потом до верху добраться, что там, с едой вроде все хорошо, пшеницы уже излишки, по-моему, идут даже, но пока еще помещаются на склад, поэтому я париться не буду, а вот, кстати, сундук для инструментов можно сделать дополнительный, да, давайте поставим объекты, Storage Tools и поставим этот сундук где-то вот здесь, потому что здесь тоже периодически у меня народ переодевается, вот, давайте поставим вот так вот сундучок, два, наверное, тоже сразу, да, вот, так, да, идеально, идеально, так, поднять чуть-чуть, чуть-чуть, мы, кстати, можем здесь какую-то арку даже придумать, забавную, но это нам сейчас тоже не нужно совершенно, давайте, давайте, давайте мы серию на этом закончим, кстати, я вот что-то, что-то я, кстати, заигрался, опять же, у нас уже серия больше 40 минут, вот, в следующей серии мы продолжим строить крышу для дома, я думаю, уже, да, начнем, точнее, строить крышу, мы разобрались, наконец-то, как работают строительные леса, видимо, может, не полностью я разобрался, но как минимум они уже работают и это меня устраивает, вот, ну а пока что я с вами буду прощаться, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.